Привет-привет! Двадцатый день и я закрафчиваю, так скажем, заливаю бетоном площадку. Цель основная это залить как можно больше. Насколько бетона хватит, не знаю. Вот среднюю точную часть нужно залить, потому что здесь будут идти зомбаки и сюда они будут плеваться если чего, ну полицейские. Плюс еще необходимо будет поставить коле и оббить их железом. Очень удачно я тогда съездил в город, нашел пневматический молоточек и он как бы мне сейчас помогает весьма и весьма. Всяко-разно, гораздо быстрее чем просто обычным молотком махать. И уж тем более там каким-нибудь гаечным ключом. Подглючивает как-то непонятность. Может из-за того что много сразу крафтится получается бетон застывает поэтому наверное такие проглючки идут небольшие. кстати вот этот надо крайне обязательно. Ух, затупливает как-то. Залить. Так, так, так. На чем я закончил? На Тюмени закончил я, да? На том что мы приехали в Тюмень. Подобрал нас родственник Дмитрий, дядя мой, который нашелся благодаря радиомаяк. Услышав о том что там семейная пара путешествует автостопом из Владивостока в Севастополь связался с нами через сайт. Ну и мы потом созвонились. Ну что сказать. Вот о городе остались самые светлые воспоминания. Город обалденный. А вот о родственнике скажем так остались не очень приятные воспоминания. Я на сайте когда писал отчет, да, о путешествии наше. Блин, мало уже бетона осталось. Придется еще крафтить наверно. Запускать. Ну, надеюсь сейчас на центр хватит, а потом по бокам уже сделаю. Ну не потом, поставлю сейчас крафтится. Сколько там? Тысяча, полторы. Город Тюмень, как оказалось, мы на следующий день, получается, с Дмитрием поездили. Вроде как будет, с одной стороны, упрекать его не в чем, да, он нас прокатил по городу на следующий день, там, принял дома, помылись мы. Комнату нам выделил, тем более там у него сын уехал как раз куда-то, уже не помню, в лагерь по-моему. Мы там поболтали, мы там выпили домашнюю изготовление какой-то наливки, что ли, не помню уже. Вот, а с другой стороны, прям вот сразу, буквально я был немножко поражен. В общем, поступок, который характеризует человека, был сразу, скажем так, совершен. Мы приехали к его дому, а надо сказать, что Дмитрий как бы даже повыше меня и по габаритам им побольше. Подъехали к его дому, там вышли, все, разгрузились, стоим, ждем около подъезда, пока он поставит машину. Ну, он ставит машину, подходит, я поднимаю свой рюкзак, ну, и думаю, он возьмет нылькин рюкзак. Там рюкзак не очень тяжело, килограмм 10, ну, не больше, может быть, чуть-чуть, там, 12 максимум. Небольшой вес, да, не хватит. А он ждет, короче, он не берет рюкзак, он дождался пока нылька сама одела рюкзак, короче, и в итоге, вернее, как отдела, не-не-не, она не отдела рюкзак. Мне пришлось взять два рюкзака, вот в чем дело. Короче, я беру два рюкзака и поднимаюсь с ними на пятый этаж, там была пятиэтажка старая, кирпичная. Так, на этот раз дерево хватило, да, а не хватило бетона. Но это не страшно сейчас накрафтим. А потом останется только залить. И я, получается, тащу на пятый этаж два рюкзака, то есть он видит, что рюкзак мой-то тяжелый, причем конкретно тяжелый. И не предлагает мне помощь, ничего. Я так как-то вот к этому, мне с самого начала прям там ныльки повернулся в подъезде, когда мы поднимались. И так недоумен, но и плечами пожимаю, говорю, как бы, что это за ерунда вообще такая. Вот. Да, ну дерево хватило, да, нормально. Сейчас немножко накрафтим. Камень заберем, песок тоже. Ну и это заберем. Так. Поднялись к нему, там ужин, то все. У него жена Марина, хорошая женщина такая. Очень приятная, очень гостеприимная. Ну, такое впечатление, как будто она все время чем-то напугана. Вот. Не знаю, вряд ли она напугана на самом деле, но тем не менее. О, 1300 цемента можно сделать, да? Давай сделаем. Так. А здесь у нас сколько можно сделать? 1300 тоже, да? Так. А где у нас уголек? Уголек, уголек. 1300. Отлично. А здесь что у нас? Металл. Вот. Я думаю мне цемента хватит, наверное. 2300, 2600 получится. 2700 может быть где-то. Ну. А, еще верхнюю часть. Ну, в принципе ладно, пускай в этой печке все равно все делается. Не буду ничего менять. Камня вот только надо докинуть. Так. И так. Теперь. А, мне не с чего мешать, да? Это что такое? Почему здесь дырка? Что, не заделал что ли? Оставил? Забил. Совсем забил. Так. 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 Куда бы скинуть? Вот сюда и скинул. Ну. Почему бы нет? Ну, нет. Так нет, да? Переночевали мы. На следующий день, как я уже говорил, поехали покататься. Город обалденный вообще, честное слово. Если бы он не находился прям так слишком северно. О, здесь цементик есть. Нифига себе сюрприз. Больше нигде сюрпризов нету? Есть. Ой, отлично. Все. Я тогда даже так все сделаю. Так. Здесь я хотел тоже поставить, чтобы металл всасывался. Да? Так. Раз, два, три. Пум-пум-пум. Поставим. Так. Уголек. Что, наверное, на этого надо наделать. Как он называется? Forge Steel. Пум-пум-пум. Все, пошло. На улицах вообще нет рекламы. Просто вообще. Единственные вывески, которые есть в городе, это вывески над магазинами. Над магазинами, над киоском, еще чем-то. То есть рекламы просто тупо как таковой нету вообще. И это очень непривычно. Я почему-то сразу вспомнил детство. Советское время, когда еще тоже не было рекламы. Да? Вездесущие. Нигде ничего. Не было позанавешено. Кучей всякого, ну, если честно говоря, если правильно я говорю, да, говно. Говно и есть. Реклама это угодующая. Облик города, так сказать. Широкие улицы там. Я не знаю, это город, наверное, изначально планировался. Еще мне Дмитрий говорит, такая поговорка есть. Мы-то не знали, в принципе, она широко известная. Тюмень – столица деревень. То есть город возник благодаря тому, что из ближайших деревень туда народ приезжал, оставался жить. Ну, там, соответственно, потом возникли учебные заявления появились и так далее. Тюмень – столица деревень. Так, пока здесь нам… О, как быстро улетел. Ну, в принципе, да, я думаю, наверное, хватит. Съездили мы. Там есть такой мост влюбленных и набережные. Набережная вообще обалденная. Вдоль реки, получается. Я сейчас не смогу вам описать, как это все выглядит. Очень красиво выглядит. Набережная хорошо сделана. Все новое. Куча всяких разных вот этих вот новомодных статуй, которые из бронзы делаются. Там какие-нибудь коты там, башмаки там. Я не знаю, что угодно. Потом мы в парке видели, там фотографии есть на сайте, где Нелька на мотоцикле сидит. Металлический мотоцикл. Так, все-таки закончился. Не хватило, да? Цемента. Но нормально. Все равно, я думаю, пойдет. Так, зачем я убегаю? Пускай там пока крафтится. Так, сколько мы отступим? Две. Здесь сделаем сплошную. Так, а как же здесь сделать-то? Здесь тоже надо сделать. Чтобы они здесь будут тусоваться в основном. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, пускай будет такая узкая. Около стенки панаделла. Чего ты? Пить захотела. Надо еще прокачать скилл, который позволяет меньше сжать и меньше пить. Еще бы в жизни такой скилл прокачать, да? За окном только что пролетел этот. То ли голок, то ли чайка. У меня глюк такой. В преддверии 21 числа, что эта пчела пролетела. Огромная. Так, что тройное сделать ряд? Как обычно. Классику. Жанра. 140. Настало скольев. Нормалек, в принципе. Так, так, так. Сделаем тут такой проход хитрый. Тоже тройной будет. Пускаем лесенкой. И вот так вот. Да? Да. Походили мы там по центру, вот получается, где этот мост влюбленных, он над рекой получается, так красиво расположен. Сразу видно набережную. Все это новое. И набережная здоровая, просто огромная протяженность. Там фонтана есть, там статуи, как я говорил. Она причем имеет несколько ярусов. И там так это, ну все светло, в общем как бы красиво сделано. Ну да, начинаем обновлять колышки. На мосту, как обычно, там замки вешают все влюбленные. Ну, собственно, само название говорит, что там замки должны висеть. Их регулярно спиливает команда, там, по обслуживанию моста. Все как обычно. Так, а зачем я здесь понадел, блин, Коли, в твою маму, а? Ну что, делать нечего было, что ли? Заболтался со всем. И все, и забыл, что я... Молодец, короче. Так. Нам же нужна оборона. И под стенами тоже нужна. Да. Зря покидал, получается, Коли только. Стоп. Ой, твою мать. У меня файспалм, короче. Надо было, блин, оставить третий ряд. Я его взял и узуродовал. Ну, сделаю тогда двойное. Двойное. А здесь... Честно говоря, ничего не планировал, как я буду это все дело размещать. Поэтому и получается такой белый стих. Кривой. Так же там походили, там сверху потом, там есть типа музей, там пушки, танки, все это под открытым небом. Там еще в другом месте тоже были мемориалы воинам. Великой Отечественной войны. Тоже там техника стоит под открытым небом. Все доступно, в отличие от Омска, где там все за решетками. Я так понимаю, они боятся, наверное, что их просто тупо продадут все эти танки там и все остальное. А вот так мы и сделаем точно. У меня же один выход будет получается. Ну, в смысле в одну сторону. Так, не хватит мне колев явно. Все дерево уйдет сейчас. Ну, тогда тройной делаем ряд. Пум-пум-пум. Ага, фигу, да? Не бетон, а не дерево. Ну, дерево придется рубить тогда. Продолжаем разговор. Покатались, в общем, мы славно по городу. Вернулись поздно. И тут вот началась тоже такая, какая-то непонятная фигня. Мы захотели выпить пиво. Предложили, как бы, тоже присоединиться к нам, к Дмитрию. Он такой, нет, не буду. Типа, мол, я пойду домой, там все дела. А где магазин? Твою мать, на эти школе тоже дерево нужно. Ну, пойду сейчас дерево тогда рубить. Где еще? Не срубил. Так, что же здесь делать-то как? Каким образом нам сделать оборону-то? Нужно, чтобы она была обслуживаемая. Если здесь сделать проход. Ну, в принципе, вот так вот можно сделать проход. А здесь закрыть уже получается. Я, в принципе, дотянусь и там, и там. Ну, может, только вот здесь в центре. Да нет, дотянусь я в центре тоже дотянусь. Так, а здесь получается еще один тройной ряд сделать. Да, надо. Так, 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 так. Ну да, вот так и получается. Здесь где-то я в конце уже сделаю вход в эту часть. Ну, на первое время хватит, я думаю. Здесь колючку еще нужно будет натянуть. И будет отлично. С колючей проволокой. Они будут замедляться. Падать на коленки. И умирать. Что? А, а, коля закончились. Ну что же. Пойду я тогда порублю деревья. Где у меня тут топорик был. Сюда надо вернуть дубинку на всякий случай. Пум-пум-пум. Туда, наверное, сбегаю. Вот. Прогулялись мы. А, в принципе, стоп. Я сейчас деревья буду рубить. Но я, наверное, не буду этого показывать. Потому что серия выйдет очень длинно. Я не хочу. Я хочу показать еще. 21 день сегодня хочу показать. Потому что уже время как бы пришло. Тянуть, показывать стройку. Уже сколько серий подряд. Я не хочу. Ладно. Сейчас я тогда дерево порублю. И потом включусь. Офигеть. Снег пошел ночью. Я вот решил вылезти наверх. Вспомнил, что у меня еще и наверху. Проблемы могут быть. Здесь нужно тоже усилить оборону. Коли в пол оттыкать, по идее. И тут идет снег. По идее, башню тоже нужно сделать. До конца уже. А то она какая-то недоделанная. Коли похожа как в этом. Как он. Графика в игре. The Long Dark. Такая простенькая. Ну, на самом деле она не такая. Это просто у меня тут 32 битная версия. Поэтому все так не очень красиво. Снежок. Похолодание всегда идет, по-моему, когда... перед ночью нападение. Да что ты никак не вылезешь. Красота какая, да? Как прям настоящий снежок. Утро наступило. И, в общем, вот такая вот штука у меня получилась. Вид сверху, так сказать. С самого вверху. Красота. Получается самая насыщенная оборона. Исколье в посередине будет. Но они потому что к двери будут пилиться по-любому. Поэтому там самая насыщенная. И вот наверху я тоже башню сейчас. Немножко удлиню. Застынет. Потому что здесь что-то я начал. Вот вроде. Сейчас покажу. Вертикально все сделано. Вот три блока идут. Четвертый блок ставлю. Он начинает крошиться, ломаться под ним. Вернее, ставлю просто металлический вот этот ребар фрейм. Вот такое. А под ним вот этот блок бетонный крошится. Странное поведение, как бы лично говоря. Ну, на самом деле здесь всегда отличалось нелогичностью все. И в прочности блоков, когда зайчик мог обрушить бетонное основание какое-то, если под ним ничего не было. Даже если это был один, два, три блока такой. Посередине, да? А посередине, под ними нет ничего. Сбоку подпорки. Все равно все падало. Вот. Сейчас утро. Сейчас утро. Докрафт. Немножко еще. В планах у меня немножко раскопать. Вот здесь вот по периметру. Получается углубиться на два. Наверное, я уровня не буду такое здоровое делать. На три. И поставлю еще коле. Пару рядов. И так вот как здесь сделано. Чтобы оборону, так сказать, хоть какая-то была. Потому что здесь сверху что-то я совсем про нее забыл. Увлекшись тем, что сделал внизу. Пойдемте. Да что ж такое. Взглянем поближе. На оборону. Что получилось. Так, еще один вид сверху. Как я говорил, прикрепил немножко этих штучек. Чтобы не падать. С пчелками надо придумать, как от них защищаться. Чтобы они не кусали. Но такой эпический вид, конечно. Вообще суперский. Прожекторов поставил три штуки по углам. Вот два. И один посередине за стеной получается. У нас вперед светит. Ну, более-менее освещено. В принципе, можно еще вот там поставить. Если сейчас сбоку раз. И сбоку два. Под скалу их запихнуть. Так же, как я делал. Посмотрим. Или сделать их по направлению так, чтобы они светили. Ну, собственно говоря, у меня уже металл стал подходить к концу. Я-то думал, что металл у меня мама не горюй. Пока я копал здесь. Металл же падает из камня. С камнем. И просто там были. Жило проходило. Она где-то здесь сверху есть. Ну, вот прям здесь проходит. И она вниз шла тоже. Я это все жило наковырял. Там кучу свинца наковырял. Кучу. Компонентов для пороха тоже. Но, тем не менее. От затрат огромные просто. Ну, с другой стороны. Если бы я так не сделал такой огромный вырез. То у меня столько бы материалов не было, чтобы сделать такое. Такую оборону огромную. Натянул. Сейчас покажу. Новый вид появился. Проволокин раньше был, по-моему, в 13-й версии. Потом в 14-й. Так, стоп. В 12-й версии был. По-моему, потом в 13-й убрали. Сейчас опять появился. В 13-й сделали только Barbed Wire Fence. То есть... Так, ну не туда я полез. Это я в подвальчик свой собрался. А Barbed Wire Fence это было у нас на деревяшках. Вот такая вот фигня. Вот. Barbed Wire Fence. А я вот такую Barbed Wire просто. То есть просто колючо проволока. Она... Кладется сверху. Вот я не знаю, сейчас будет видно или нет. Вот она прямо передо мной натянута. Ее можно вертикально поставить, горизонтально. Ну вот я горизонтально вниз расположил, чтобы она снизу по низу шла, как бы по этим коле. Один ряд. Я накрафтил еще немножко вот такие штучки. Но я сейчас побольше еще сделаю. Внизу запустил эти металлические полоски делаться. Она сейчас накрафтится. И сделаю еще. Вот такую оборону, как здесь вот сделал. Спереди двойную. Ее нужно будет продолжить тоже, по идее. Сейчас не знаю, посчитаем металл, подумаю, стоит затраты там. Хотя с другой стороны, зачем мне этот металл тоже нужен? Коли есть, надо доделать. Надо сделать, короче, все-таки обороны там до конца. Ну и собственно говоря, все. Вот такая вот оборона. Посмотрим, что будет. Сверху получается сейчас хуже, чем снизу. Но это оно понятно с другой стороны, потому что усилия затраченные были огромные. Ладно. Включусь уже, когда будет ночь наступать, когда будет оборона. Спустился вниз, короче, показать, чтобы вот до конца и сделал все-таки. Потратил металл, остающийся. Ничего там, в принципе, накопают. Это он, видите, пятна темные. Это все руда различные. Я думаю, наношу их хватит. Задумка какая? Это вот первая самая такая прорывная будет оборона. Где будет основной дамаг наноситься, получается. Я не сомневаюсь, что они ее распотрошат и пробьют дырку. Особенно если сделать большой спаун. Но урон будет значительно нанесен. И потом, по ходу действия, дальше-то еще есть. Коли там все дела. Ну и в конце концов, я тоже буду не спустя рукава сидеть. Вот такая вот жесть, жестяная. Так, сейчас еще накрафчу. Что я накрафчу-то? Что я накрафчу-то? Так, так, так. Что же я хотел? А, ВЭЧ по-моему называется, да? Начинается она. Вот такие штуки. Конкретный. Сделать склон небольшой, чтобы хотя бы для начала. Потом может быть увеличу еще. Бетона у меня немного, полторы тысячи. Так, сколько здесь кубиков? Раз, два, три, четыре. Ну, посчитаю, сделаю. Честно говоря, хочется закричать уже кто-нибудь остановите меня. Я уже задрался. Крафтить, строить. Ну, это пипец, конечно. Ну, вот смотрите, что получилось. Красивый, да? Дальше уже у меня просто цемента нет. Ну, я думаю, так в принципе сойдет. Должны они забраться. Без проблем. Так, вот здесь, наверное, все-таки нужно тоже сделать что-то. В принципе, здесь можно забаррикадировать этими. Как они называются? Я полнокрафтил немножко. Все равно здесь выходить не буду. Так, включу свет. Думаю, все время говорю, типа, ну, все, когда оборона. И никак не это. Не успокоюсь. Все продолжается. Строительство. Сейчас еще наверху пойду, усилю там немножко. И на этом точно все. Ну, что же. Наступила ночь. Двадцать первого дня. Сейчас будет веселуха. Вот башню у меня не получится уже построить, я так подозреваю, по старому способу. Потому что если я сейчас вот здесь вот ставлю блоки цементные, то все начинает рушиться. Ну, пара блоков вниз рушится. Не знаю, может, почему. Может быть, это связано с тем, что вот эти вот четыре, сколько раз, два, три, четыре, да, вот эти четыре блока, вот так, буквой П, да, они висят в воздухе. Ну, как в воздухе. Они прикреплены к блокам, которые вот внутри, прикреплены к стенке вот этой вот. То есть под этими блоками, получается, если это, нет вот ничего. Вон, видно, фонарик просто. Может быть, из-за этого. Хотя как-то не логично совсем. Это железобетонная конструкция, она, по идее, должна держаться хорошо. Не знаю. Может быть, все-таки продолжить. Ну, чтобы было понятно. Вот здесь вот стенку тогда сделать сплошную. И с этой стороны сплошную. Может, тогда будет держаться. Ну, а пока вот так вот. Нет, к сожалению, только так. От мух придется отбиваться. Я не знаю, каким способом это получится. Хорошо будет или нехорошо получаться. Так, пять минут осталось. Они еще могут снизу пойти. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Ну, и вообще интересно проверить. Сейчас посмотрим, как оборона будет идти. И потом, если что, уже сделаю какие-то выводы. Какие-то... Внесу изменения. Во! Вопли! Итак... Что-то не вижу я никого здесь. Значит, они внизу, да? Да, наверно они внизу. Побежали вниз. Да что ты будешь делать? Ну да. Поднять это самое дело. Вообще я его открою. Нет, что за ерунда? Да блин. Пипец. Люк открыть не могу. Да что такое, а? Нагромоздил кучу всего. Так, ну-ка. Что-то не вижу никого. А, внизу они, вон они. Еее! Пойдем долбить зомби. Посмотрим, как оборона работает. Так. Сегодня пчелки должны быть еще, по идее. Вон зомби кинут. Ну что? Что-то какие-то не жалкие вообще. Вообще. Ой, а что они сверху падают? Товарищ полицейский. Не понял я. Так, так, так. Стрелы. Офигайся, катапультирование блин. Откуда-то сбоку пришли. Что-то я не попадаю совсем. А нет, попал. Это я что-ли так стреляю? Получается звук металлический. Сволочь. Попадает. Высоко стреляет. Сейчас взорвется. Ну, отрод. Не, ну интересно конечно. Я сделал такую оборону, что мне просто тупо делать нечего. Просто потом выйти да и отремонтировать. Выходит так. А вот где-то пчелка. Жужжит. Невидимая. Тут главное не грохнуться вниз. И все. Да. Скучно получается. О, ползун, ползун. Ну давай, переползай. Как раз для тебя сделано. Что он под юбку это и лезет? Ну да, не хватит у них силенок. Если они падают с горы, значит они откуда-то вот оттуда пришли получается. А это наверх прется. Вау. Снайпер за работой. Эй. Твою маму. Не кто что-то сделал. Нажал это. Ум-пу-рум-пу-рум-пу-рум. Да блин, вау реакция у меня. Слышно, чтобы долго был строителем. Ну у них хитро получается обходит. Ого, полицейский грохнулся. Так. Стоять, сволота. Что-то я по этим поколем стреляю сам. Что дамаг такой маленький, а? Ну-ка. Двадцать интитров. А у меня винтовки же не прокачаны совсем. Ха-ха-ха. Поэтому и дамаг такой смешной. Тут дыщ, шпажка разлетелось. Наверное придется сделать внизу бойницы. Потому что как-то ну совсем далеко они. Про тюмень я хотел рассказать. Ну сейчас можно спокойно рассказывать, да? Без всяких этих заморочек. Ха-ха. Потихонечку расстреливая зомбачков. А-а-а. Такой рукой. А-а-а. И все. Не хватило сил. Погиб. Ну прикольно, конечно. Хорошая оборона. Про тюмень. Вот. Мы сказали, что хотим попить пиво. Пошли. Он сказал примерно направление. Говорит. Вот там. В той стороне находится супермаркет. Ну у них здоровый на западе. Я говорю, у них как будто разные страны. Но у нас нет таких сетевиков огромных. Типа там всяких Ашанов. Там еще что-то. У нас есть местные. из глобальных, которые по всей стране есть. У нас только этот. ДНС. Эльдорадо есть. И все. Да что ты будешь. О, полицмейстер вышел. И сразу блевать давай. Ну да. Надо вот здесь будет той же точно похоть. Во всяком случае по балкончик. Забить все. Потому что иначе блин они здесь дырок понаделают. С другой стороны что такого страшного. Дырки можно потом заделать. Чем угодно. Хоть землей. А ну-ка так. Жалко здесь прицела нет никак. А, взорвался урод. Ну пошли мы. Там еще прикольно так. Вот сам этот вот вроде как супермаркет. Там крутой все дела. Да, перед ним огромная парковка. Перед парковкой получается этот идет. Типа болотце какое-то небольшое. Пруд такой. И мы идем. Вообще честно говоря. Вот мы. Как выехали. С прямой. Столько зверясика увидели. Которого столько в жизни наверное не видели. Как жители городские. Короче там была уточка с утеатрами. Такая чик-чик-чик-чик прошла. В камышах. О. О. Ты посмотри. Приловчился урод. Вон тот ныне стрелял. Гоблин. Полицейский. Что-то дамаг какой-то с арбалета тоже не нравится ему совсем. А ну-ка с пистолетика постреляем. Так ты сдохнешь с болота. Он взорвался. Вот урод. Да. Вот. Пошли. Подошли к этому магазинам. Купили пивка. Ломают с болота все. Вот урода. Да. Ну смешно. Да. На их потуги смотреть. Но бегающие зомбаки я думаю все-таки уже подбежали бы к двери наверное. Потому что здесь не так уж много им преодолевать. Они особенно получается все сбоку как-то идут. Ого. Катапультировалась. Это что собака что-ли? Ну да. Нас разгонут оттуда. Бабах блин. Да я вообще что не попадаю. А что? Как он кострыляет? У него же на голове от урона был. Они же вы должны падать на это. Собачка бедная. Все затихло. А нет. Смотри. Просочилась. Фига ешет. Ну падают и разбиваются. Посмотри. Они на то же разбиваются именно. О полицейский там был. По-моему. Да. Полицейский. Купили пивка. Пошли домой. Ну как думаю. К Дмитрию получается. Домой. Я это все на сайт не стал потом выкладывать. Потому что ну как-то. Выносить СОРСБ не хочется. Тем более это все было под прицелом. Так скажем этих. Да что ты. Такой. Резкий. Эээ. Не успеваю. Дамага не хватает. Чтобы прибить этих уродов. Ах. Посидели. Попили пивка. Предлагали ему. Но он что-то как-то отмекивался. Не хотел. Не хочешь. Не хочешь. Ладно. Че. Настаивать не будем. Ну. Клади его. Так. Я хотел дамаг еще прокачать. Ну смотрю. Он какой-то он обычный. Короче. Этот. Дмитрий. А потом. Короче. Когда спать ложится. Я ему предлагаю. Давайте по-моему. Это. Сфотографируемся. Сделаем селфи. Все вместе. Там. Марина. Ну. Жена его. Ну и мы. А он так поворачивается. В пол оборота мимо меня. Проходит. Такой. Как будто я ему что-то такое сделал. Ну. Вообще. Страшная. Какую-то вещь. Там. Не знаю. Собачку его там. Изнасиловал. Че за вопли, а? Ооо. Пошли кирпичи выбереть. Солочи. Да. Надо здесь бетоном заделать. Однозначно. Доплевывает. Урод. О. И пчелка прилетела. Ооо. Блин. Как темно. Ты че такая надо, а? Сволочь. У меня ножик. Наверное, с собой я выложил. Эфиг с ней. С этой пчелкой. О. Порвался. Крикун. С этой пчелкой. Верещит. Слез до. О. О. Полицейского убил. Ну я думаю странно как-то. Че за отношение мы его вроде ничего такого не делали. Собачку его не насиловали. Не знаю. Ничего. Каких-то вещей страшных не делали. Ну ладно, ладно, короче О, меткий выстрел На следующий день просыпаемся Встаём утром и на работу, короче Мы, естественно, там уезжаем О, алианы пришли Вот этих можно будет полутать, короче, сейчас Пристрелить Пускай проползут Немножко снизят себе хп И мы их встретим Он какой-то молчаливый Такой, набычный с самого утра Ну, фиг он знает Может, человек не в настроении, действительно То есть, вот, как бы я рассказал У нас никаких конфликтов не было Вообще ничего не было Мы не имели никаких разногласий, скажем так И вдруг такое Ну, садимся в машину, короче Едем за город И он нас высаживает За этом, конечно, спасибо Вот, с внешней стороны, как бы не особо придерёшься То есть, никаких претензий у меня там К нему не может быть Потому что он нас и принял И накормил, и всё И отвёз потом за город То, что было за городом Тоже вообще какая-то странная вещь Он, получается, остановил Дождь начался ещё Такая мерзкая погода Туман, дождь, прохладно Ну, холодно, я бы сказал И он нас высаживал Мы прощаться с ним давай А он, как с чужими людьми Знаешь, таксисты, наверное Как-то радушные таксисты Даже прощаются Типа там, ну, до свидания До свидания Спасибо, пожалуйста Все дела А этот так, как будто мы ему Я не знаю Ну, как я сказал То есть, бу-бу И всё До свидания, пока Мы вообще в недоумении Такое впечатление Как будто он вёл себя Как обиженный ребёнок Что-то там большое собрание Уже сочинений Хорош ломать меня Всё, я, наверное, думаю Это последнее Так Снайперку возьмём А, это стоит глючит, наверное Вон, до дерева уже разломали Вот, короче, мы так и не поняли Чё это было Почему По-моему, потом На следующий день, что ли Или в этот день Вечером позвонил Извинился По-моему В этот вечер Да, в этот день Вечером он позвонил Извинился Но я так подозреваю Это было не по его воле сделано Скажем так Да А Как сказать-то Я думаю, это его жена Заставила сделать Без жены Если бы она ему не сказала Я думаю, вряд ли Он бы вообще стал Звонить и извиняться Ну, по нему видно Такой человек То есть Вот Получается Мы сделали Клюк в тюмень Из-за человека Который Нас настойчиво звал И получили Такое вот отношение То есть Я, честно говоря В недоумении Совершенным Был И были мы Ну Так, мягко говоря Сестры идут Такие медсестры Прямо рядами Встроенные Да вы когда Законитесь Вы чё А Чё-то у вас дохера Пойду я встречу этих Они мне Лут несут Чужачков Так Здесь же Да у нас Выход О, колючая проволока Помогает Собаки валяются Кругом Хрена тут О, господи Блин Я чуть не обосрался Офигеть Вот это да Слушай Я давно так не пугался Круто Так Так На всякий случай Чтобы отступить Можно Куда было Ну давайте Доползайте Я вас верю Вы сможете Блин Собака Звалилась Офигеть Чужие Никак нет Чё-то не вырулят А, там колючка Вон Они на колючке Застревают Спасибо за лут Давай Ты еще Подходи Мы тебя Тоже Полутаем Ну давай Чуть ближе Блин Фига Желучий Балабасы Принесли Нам Ножика Нет Да и хрен С этими Так Надо пойти Тех Пристрелить Блин Как он В этих Лужах Застревает Все-то А топорик У меня Тоже Нигде Все Поукладывал А здесь Я смогу Пройти Прошел Так А здесь Я не пройду По-любому Получается Блин Ну что Оборону Можно считать Успешной И она Практически Можно сказать Пассивная Оказалась Если Сейчас Еще Надыбать Металла Наковырять Его То Можно Сделать Еще Колючки И Тогда Тут Вообще Будет Непреодолимое Что-то Ладно Ну и Нужно Бетоном Стенку Отделать Потому что Иначе Будет Полная Задница Что-то Мне Какой-то Бронежилет Принесли Бронежитон Я такой Был Может быть Даже На меня Одет Сейчас Посмотрю Так Да Милитари Вест И Это Тоже Милитари Вест Только Этот Гораздо Круче 47 50 32 31 Да Ну Круче Что Еще Тут Фиговые Какие-то Штучки Ненужные Это Мы Читали Ну Вот Это Вот Нормалек Для СМГ Это Тоже Мусор Ну Ничего Особенного Так Скажем Да Это Тоже Можно Скрапнуть Что Получится У нас Военная Фигня Какая-то У меня Уже Есть Только Для Чего Из Них Можно Сделать Где-то Здесь Была По-моему Так Military Fiber Может Быть Для Ремонта Используется Просто Того Же Самого Пиджачка Военного Ну Что Круто Оборонились Что Касается Путешествия В общем Мы Расстроенных Чувствах Продолжили Под Дождем Стояли Долго Нас Подобрали Сначала Подобрал Игорь Провелся Недалеко Км 20 Ну Тоже Человек Остановился Ради 20 Км Проехать Че Ему Стоило Проехать Мимо Да Сказать Да Я Все Равно Недалеко Еду Типа Мол Фиг С вами Ну Тем Не Менее Человек Остановился И Провез Нас Мокрых Посадил Мы В плащах Были Уже Пошел Дождь Пошел Потом Нас Подсадили Ивана С этим С Александром Георгиевичем Ну В принципе Я думаю Имена Там Ничего Не Говорят Просто Я Для себя Записывал Вот Еще Мы С ними Какое-то Время Какую-то Часть Проехали И Потом Мы Жалели Что Мы Не Становились В Каком-то Месте Где Более-менее Ну Оживленный Скажем Так Там Нужно Было Машину Мотор Ловить Пожалели Мы Почему Потому Что Нам Пришлось Потом Долго Идти Очень Долго Идти По Узкой Дороге Она Была Двухполосая Получается Одна В одну Сторону Полоса В другую Сторону Полоса И Она Как В каком-то Тесном Коридоре Справа Лес Слева Лес Такой Огромный Ну Прям Реально Тайга То есть Там Чуть-чуть Выходишь В лес И там Уже Не пройти Потому Что Деревья Наваленные Невозможно Никогда Никто Ничего Не собирал Ни ветки Ни деревьев Ничего Ни костры Не жег Ничего И идешь И жутко Как-то Становится Потому Что Непонятно Где Конец Где Начало Там Ну Направление Это Понятно Но Сколько Ити Там Машины Редко Проезжают Как-то Так Ну Не знаю Не очень Уютно Так Се Чувствуешь И тут У нас Состоялась Встреча Такая Неожиданная Просто Я бы Сказал Эпическая Мы Встретили Человека Мы Стояли Что-то Болтали Снелькой Пытались Машину Тормозить И увидели Мужчину С женщиной Которые Шли Получается Попутно В нашем Направлении Позади Нас Но Мы Постояли Еще Подождали Они Дошли До Нас У них Такие Были Ни рюкзаки Там Какие-то Сумки Еще Что-то Очень Так Скажем По-деревенски Все это Было Сделано Никакого Снаряжения Особого Не было То есть Как будто Они Вышли Просто Из Деревни И Там Где Не продаются Ни рюкзаков Нету Ничего Все На себе Тащили Там Пакеты Какие-то Это Оказался Андрей Петербургский В принципе Можно Нагуглить Вбить Это Имя Андрей Петербургский Увидите Там Кучу С ним Видео Интервью Короче Всякой Ерунды Человек Там Лет 15 Путешествует Автостопом В том Числе Он Из Владивостока Я не Помню В каком Году К сожалению Пешком В Севастополь Дошел За год То есть Год Шел Человек Пешком Что это Полная Жесть Таким Образом Путешествия Он Рассказывал Чуть Чуть Не Умер Там В одном Домике Отлежался Потому Что На улице Был Холод Он Там Замерзал Конкретно По-моему Что-то Про Бога Опять Говорил Ну Как Обычно Все Люди У нас Когда Организм В критическом Состоянии Они Начинают Верить В Бога Резко Ну Вот Он Тоже Мне Рассказывал Про Бога Шел Он Получается С ним Была Женщина Галина Новая Его Супруга Он Там Познакомился С ней Где-то И они Сейчас Направлялись В Петербург На его Малую Родину Где Он Родился Получается Где Жил До этого Он Был Бизнесменом До Путешествия Так Скажем До Периода И Вот Они Туда Направлялись Вот Мы С Слышки И Просто Какие-то Вагончики Стояли Они Там Рабочие Были И У них Был Какой-то Стол Там Сбитый Из дерева Там Все Нормально С навесом Подошли Попросили У них Кипятка Нам Короче В итоге Там Поесть Вытащили То есть Это Все Получается Андрей Договорился Он Такой Добродушный Плюс Он Там Заварил Чай Из Какой-то Травы Я Уже Не Не Помню Как Называется Пучок Такой Травы В кружку Засунул Сахар Мы Тоже Выложили Что у нас Было Там Рационы Питания Для Плотов Которые Тоже Положили Ну Хорошо Конечно Мы С ними Встретились Пообщались Тоже Потом Еще Какое-то Время Мы С ними Прошли По Дороге Потом Они Пропустили Нас Вперед Мы Остали Постояли Немножко Потормозили Но Никто Ничего Не Останавливалось Еще Ветер Холодно Было Потом Они Видать Решили Не Стоять Рядом Не Ждать Прошли Мимо Нас Попрощались И Пошли Они Дальше Вперед Оставляя Нам Шанс Так Сказать Побыстрее Уехать Через Какое-то Время Нам Остановила Машина Электромонтажников Или Еще Каких-то Которые Занимаются Лэйп Там Всякие Чинят С Кунгом Так Мы Залезли Тут Мужики Сидят Бородатые Такие Трое Или Четверо Сидело Мы Такие Опа Нифигасе Ну Че Ехать Ехать Ну Недолго Мы Проехали С Ни Вы Садили Нас На Развилки Уехали Куда-то Вбок Поле Было Пшеничное Или Рож Тут Что-то Такое Я Раньше Представлял Собие Что Она Огромная Высокая Метра Полтора Высоту Рож Пшеница Растет Она Малюсенька Говорят Новый Сорт Потом Я Уже Спрашиваю Что Сейчас Комбайны Под Эти Комбайны Другие Сорты Пшеницы Невысокие Садят Вот Нелька Как Обычно Она В принципе Всю Дорогу Этим Занималась Нарвалась Гербарис Срочно Овес Колосков Тоже Насобирала Ну И Пошли Мы Пешком Пешком Очень Долго Шли Очень 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 Долго Это Было Получается Перед Свердловском Мы Уже Замучились Честно Говоря И Думали Уже Будем Ночевать Где Нибудь Здесь Потом Нас Подобрал Молодой Парень Причем Остановился Метров Двуссот Там Смотрю Машина Остановилась Ну Думаю Точно Так же Там Для Отлети Стал Там Или Еще Что Там Вытаскивает Багажник Открыл Ну А Мы Идем И Не Спеша Тоже Не Особо Не Думали Что Нам А Он Получается Багажник Там Скидывал С заднего Сиденья Что Освобождал И Нас Он Подобрал Парень Тезка Мы Кстати Его Зовут Тоже Павел Подобрал И Довез До Свердловска Довез До Выезда Прямо Свердловска Мы Там Немножко Потом Прошли Уже Был Вечер Часов Восемь Может Больше Мы Немножко Потом Прошли Развязку И Встали На Выезде Получается Уже Из Катеринбурга Здесь Произошла Еще Одна Эпическая Встреча Ну А не Я Расскажу В Следующий Раз Нас Подобрали Там Наташа И Александр По-моему Вот Вообще Насколько Там Наташа Была В восторге Увидев Автостоп С Рюкзаками Она Блин Прям Там Чуть Не Пищала А Вообще Получается Под Свердловском И После Него Как-то У нас Не Заладилось На самом Деле Очень Не Заладилось Автостоп Мы Вот Перед Свердловском Пока Нас Не Забирал Павел Мы Очень Много Прошли А До Этого Тоже Очень Долго Ждали Пока Нас Там Подберут А Не Это После Получается Мы Еще Долго Очень Ждали Когда Нас Подберут На Следующий День В Толстопом Под Свердловском Как-то Очень Плохо Все Было Наверное Так Звезды Сложились Не Знаю Это Было Самый Тяжелый Такой Этап Путешествия За Все Время Наверное Если Сравнить Это Была Самая Жесть Такая Ну Ладно 21 День Мы Пережили Я Думаю Сейчас Можно Будет Покататься По Миру С Иван Дей Студай Посмотреть Поразведывать Большой Город Как-бы Хорошо Там Лут Есть Но Он Уже Не Так Интересен Единственное Что Можно Туда Побегать Там Пожестить Пострелять Полицейских И так Далее Можно Ночь Еще Забуриться Надо Колев Наделать Просто И Там Повеселиться А так Можно Поразведывать Seven Days Туда Мир Ну И Честно Говоря У меня Уже Подташнивает Немножко От Seven Days Потому Что Эта Стройка Эпическая Меня Вот Так Убило Я Как Какой-то Умалишенный Скажем Так Строил 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 Блин Прям До Сейчас Построил И Уже Ничего Не Хочется Ладно Оставляйте Комментарии Ставьте Лайки Задавайте Вопросы Всем Удачи Всем Пока Продолжение следует